Вот сколько человек говорит на английском языке? Ну сколько говорит на английском языке? Спросите себя, сколько у вас знакомых говорит на английском языке? А сколько говорит на французском языке? А сколько говорит на итальянском? А сколько говорит на немецком языке? Сколько? Что-то я так понимаю, что немного людей у вас разговаривает на английском языке. Вот я говорю на английском языке. Я очень сильно хочу, чтобы мой человек, мой сын, начал разговаривать на английском языке, на немецком языке и на китайском языке. а где все это может быть сделано причем с какого возраста возраст 4 года с небольшим это тот самый замечательный возраст когда ваш ребенок может все это дело узнать где все это дело будет это будет школа имени васиной который располагается здесь в комплексе другое измерение вы все прекрасно знаете где он находится это по проспекту ленина не доезжая до грязного сюда заходим и отдаем своего ребенка который будет в оконцовке знать качественный язык по сути событий я понимаю что нужно учить чужие языки потому как хлопать ушами за бугром вам нет радости было то время эсперанто но как-то не получилось теперь надо понять на чем люди говорят так вот поверьте русского языка там нет в основе английский далее китайский далее португало испанская группа и меньше немецкая то есть чтобы понять 50 процентов это англия 30 это китай все остальное думаете сами и сын должен мой знать то на чем общается большая часть населения нашей школе обучение ведется как правило с семи лет то есть первый класс у нас был опыт проведения занятий с дошкольниками потом мы сделали паузу и вот в этом году решили возобновить почему но есть такая пословица я бы сказал народная мудрость что ребенок нужно воспитывать когда он лежит еще поперек скамейки вот ну со скамейками на на час проблемы и они уже как бы и жили себя а вот то что не хватает родителям время для воспитания и обучения это динамика нашей жизни подтверждает поэтому более дальновидные родители они уже определяют своих детей начиная где-то с трех лет в определенные кружки и секции школы развивающие обучение мы в свою очередь школа Васина и Галины Ивановны предлагаем своей формы воспитания и обучения это обучение иностранным языкам английскому немецкому французскому и в этом году мы решили начать китайский и в этом году мы решили выйти немножко из школ и школы из стен учебного кабинета потому что для малышей все-таки замкнутое пространство небольшое она как-то не способствует комфортному и качественному обучению поэтому мы встретились с директором этого замечательного здравоохранительного комплекса Юлия Викторовна который называется строгое измерение с тем чтобы здесь на ее площадке заняться обучением иностранным языкам более того что здесь есть и бассейн и другие и школа Монте-Сори школа развивающие обучение она любезно согласилась и представила свою площадку поэтому мы решили начать еще раз в этом году обучение с трех лет до школьников с трех до семи лет вот именно здесь в этом оздоровительном центре другое измерение в качестве папы у которого есть сын я все-таки хотел бы людям объяснить с какого возраста необходим вы должны изучать английский язык и вообще другие языки потому что есть такая штука в определенном возрасте человек он начинает воспринимать все языки то есть вот сын допустим у меня в определенном возрасте он спокойно работает и с иностранцами в том числе когда он бывает за рубежом так ли это да чем раньше тем лучше поэтому с трех лет это уже нормально потому что с трех до пяти ребенок огубка воспринимает очень много информации другое дело что эту информацию нужно правильно направить вот поэтому изучение языков чтобы не было для родителей таким вот проблема что как он хотя бы один язык изучил нет другое дело что конечно он будет изучать на таком уровне где он может разговаривать с родителями если они знают язык или на бытовом уровне где он может использовать свой язык когда семья выезжает за рубеж вот помимо этого конечно будут какие-то специальные методики использоваться для того чтобы ребенок мог использовать то что он выучил уже конечно и с носителем языка вот другое дело что не нужно ожидать что ребенок сразу заговорит и значит за рубежом вы будете показывать вот как уже хорошо знаешь язык поэтому не нужно бояться обучать детей языкам с трех лет более того дети которые изучают иностранные языки они как правило лучше подготовлены к общеобразовательной школе вот и опережает своих сверстников достаточно ощутимо я могу сказать что скажем айкью ребенка изучающего то есть коэффициентом развития изучающие языки он выше чем обыкновенных детей которые не не начинает рано изучать языки почему это так происходит потому что изучая языки ребенок начинает сравнивать а если он сравнивает то есть почему в этом языке так почему так он начинает анализировать что является двигателем развития его умственных способностей более того специалисты говорят что если ребенок начинает вообще ребенком заниматься где-то с его рождения до трех лет результаты будут видны через пять лет с трех до пяти результаты через семь лет а с пяти до семи результаты будут видны через десять лет то что собственно к совершеннолетию он человек формируется и умственно и духовно возникает замечательный вопрос то есть люди говорят насколько это дорого насколько это вообще дорого вот месячное занятие у вас вообще самые лучшие инвестиции если у родителей есть деньги это конечно инвестиции в детей потому что образованные и развитые дети они это благодарные дети которые вернут и своим отношениям и своей добротой родителям то что в них вложили поэтому то что мы предлагаем здесь это порядка трех тысяч в месяц за занятия которые будут проводиться два раза в неделю то есть восемь полноценных занятий которые будут проходить по часу стойте постойте три тысячи по-моему вот нормальный человек пробухивает столько два раза в ресторанчике и это вообще как бы не денежки правильно ну да это как на это посмотреть кому-то извините лимон и кому-то ящик из под лимонов поэтому конечно дальновидные родители вложат деньги которые у них есть именно воспитание детей вообще бы я даже не стал говорить о таких людях для меня сын главная часть моего завершающего проекта и хотелось бы чтобы у него все было круто и чтобы никто и не втирал моему сыну за то что он не может говорить на их языке а я постараюсь ему это дать как в принципе и вы потому как есть сила и есть школа и есть правила пусть нас и мало в мировом масштабе но мы по сути далеко не быдло которое нам втирают ну так вот мы сюда ехали и я с супругой разговаривал где человек должен знать английский язык вот я конечно хотел бы чтобы сын учил язык в 33 школе потому что я там учился кроме всего прочего три человека они говорят на английском языке и два из них я немножко другая структура а вот два остальных они работают в ТВИНе то есть ну они кстати еще и хорошие ведущие то есть надо понять кто работает то есть не так много людей работают ведущими по сути то а 33 школа как бы она такая нормальненькая вот к слову о том к сожалению конечно же не только английский язык необходим вашему сыну потому что мы начинаем работать с Китаем потому что мы работаем еще и с Германией тут возникает вопрос а как сделать так чтобы ваш сын перебазировался в другую атмосферу получается потому что я начал на английском языке говорить не в институте и не в школе естественно у меня там три балла всего лишь было я начал хорошо говорить на английском языке только после перемещения в среду обитания то есть в 97 году мы поехали в Америку и за два месяца за неделю я уже начал говорить на английском языке я начал выкидывать все из головы и начал работать потом уже были Германия извините там по-английски не говорят и мне было очень жалко что я по-немецки ничего не изучил ну что-то там я изучал но не в том количестве вот потом были еще Великобритания потом была естественно Индия и в итоге те люди с которыми я общаюсь на английском языке говорят что у меня хорошее знание вот все остальное то есть вам необходимо понять что конечно Индия далековато но зато вы можете летать в а простите про Индию сказал-то недалеко в Великобритании далековато и там проблемы с визами Америка это вы тоже там туда залетите если что-то получится Франция ну Франция хорошая штука только куда вы поедете вот Германия а вот в Германию пожалуйста то есть люди из Германии сюда приезжают и кстати по немецки вы можете переговорить в Турции потому что большое количество немецких туристов едет в Турцию и там они отдыхают то есть тоже вариант то есть есть такие вещи чтобы не надо было никуда уезжать и самая замечательная страна это Китай в Китай съездить вообще никаких проблем если сильно-сильно захотите то Москва-Пекин каждый день работает это обыкновенный поезд там сумма небольшая 5 тысяч рублей с Екатеринбурга до Пекина вы и доедете то есть уже понять надо что где и как ваш ребенок научится говорить на иностранном языке так